Глава 7. Смертельная рана исцелела. Хотя Римская Церковь во время 1260-летнего периода процветала, Откровение 13 глава и 3 стих говорит нам, что зверь будет смертельно ранен. И это пророчество было с точностью исполнено в 1798 году. В 1798 году, спустя 1260 лет, с 538 года, папа был взят в плен, и католическая церковь получила смертельный удар. Это произошло с примечательной точностью в соответствии с предсказанием книги Откровения. Во время французской революции и в соответствии с постановлениями революционного французского правительства, генерал Александр Бертье, один из генералов Наполеона, 15 февраля 1798 года выступил в Риме с декларацией, в которой заявил папе Пию VI и народу Рима, что папа больше не должен выполнять каких-либо функций. Наполеон не зложил папу, потому что понтифики считали себя единственным источником порядка мира, закона и безопасности в Западной Европе. В 1789 году Наполеон предполагал, что папа больше никогда не будет. Папство исчезло, от него не осталось ни малейшего следа существования, и среди всех римско-католических держав, ни один палец не пошевелится в его защиту. Вечный город больше не имел правителя или понтифика. Его епископ умирал в плену в заморских землях, и уже вышло постановление о том, что его место не будет более занято преемниками. Другими словами, власти зверя была нанесена смертельная рана, как и было написано в библейском пророчестве. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно ранена»» Книга Откровения, 13 глава, 1 часть 3 стиха. Однако на этом история не завершилась, потому что во второй части этого отрывка содержалось следующее пророчество. «Но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем» Книга Откровения, 13 глава, 2 часть 3 стиха. Однако даже во время 1260-летнего периода папской тирании, когда женщина, истинная Божья церковь, переносила ужасные преследования, Бог питал, заботился о своих детях. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжение времени, времен и полувремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и развязла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. Книга Откровения, 12 глава, с 14 по 16 стихи. В книге Откровения, 12 главе и 14 стихе, Бог сохранил жену от гибели, дав ей два крыла большого орла, подходящий символ Божьей отцовской заботы о своих детях. Когда израильтяне вышли из египетского рабства, Моисей сказал им, что Господь носил их на орлиных крыльях. Книга Исход, 19 глава, 4 стих. В Псалме 90, 4 стихе, мы читаем, Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истина его. А во Второзаконии, 32 глава, с 9 по 12 стихи, написано, Ибо часть Господа народ его. Иаков, наследственный, удел его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой. Ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Как орел, вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Многие христиане перенесли на себе реку гонений, которую выпустил змей из пасти своей. Но земля помогла жене, предоставив естественно защищенные и ненаселенные районы земли, в которых они чувствовали себя в безопасности. Многие христиане бежали в такие места, как горные долины Альп, в сами горы, и в малонаселенные колонии Северной Америки. И, кстати, отсюда возникает вопрос, почему Марии нужно было бежать в пустыню на время 1260-летнего периода от преследований папства? Если римско-католическая церковь считает ее достойной поклонения, для чего им нужно было бы уничтожать ее, столб в их системе поклонения? Каким образом тогда могла Дева Мария быть женщиной, которая убежала в пустыню на 1260 лет ради своей безопасности? Более того, когда настоящая Мария переносила преследование и была изгнана драконом в пустыню в период своей жизни, после восшествия ее сына Иисуса? Дева Мария просто не вписывается в эту картину событий. С другой стороны, сатана безжалостно настроен уничтожить истинную церковь Божью и не прекратит своих попыток соблазнить истинных христиан. В своем безумном разочаровании после безуспешной попытки уничтожить истинную церковь во время 1260-летнего периода, сатана в эти последние времена направит свои главные усилия против прочих от семени ее, сохраняющих заповеди Божьи и имеющих свидетельство Иисуса Христа. Книга Откровения, 12 глава, 17 стих. Друзья, сатана готов использовать любые средства для того, чтобы обольстить, если возможно, и избранных, будь то при помощи Римской империи, Римско-католической церкви или даже спиритических явлений Девы Марии. По собственному признанию, католическая церковь – это Римская церковь. Сегодня ее официальное название осталось таким, каким оно было на протяжении большей части ее долгой истории, а именно Святая, Католическая и Апостольская церковь Рима. И снова Откровение, 13 глава, 2 стих говорит, что дракон, в данном случае Римская империя, посредством которой действовал сатана, дал ему, Римско-католической церкви во главе с Папой, свою силу и место, то есть трон, и великую власть. Престол – это символ власти. Однако, поскольку этот отрывок уже содержит слова «власть» и «авторитет», мы полагаем, что в данном случае престол имеет более буквальное значение. В основном престол – это место, на котором восседает важный человек. Другие слова, имеющие подобное значение, это греческое и латинское слово. В католической церкви – здание, в котором располагается епископский престол или кафедра. Так и называется – кафедральный собор. А город, в котором располагается этот престол, называется епархия. Самый главный престол в католицизме – это святой престол, город, в котором находится папский престол. И этот город – Рим. Точнее говоря, с момента подписания Латеранского договора с Италией, святейший престол был городом Ватиканом. Занимающим площадь в 108,7 акров на Ватиканском холме, полностью расположенном внутри Рима. Более того, книга Откровения 17 глава и 9 стих открывают другую определяющую черту великой блудницы в библейском пророчестве. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена. Один католический источник признает следующее. Именно внутри Рима, названного городом на семи холмах, расположена вся территория государства Ватикан. Нужно заметить, что слово «Ватикан» происходит от латинского слова «ватис», которое означает «предсказатель», и слово «кан», которое означает «змей». Поэтому название «Ватикан» буквально переводится как «предсказывающий змей». В действительности, дверные ручки в новом соборе Святой Марии в Сан-Франциско сделаны в форме змеи. А большой папский герб в Ватиканском музее изображает дракона. В период средневековья епископы и высокие представители католической церкви обычно носили посох в форме змеи. Книга пророка Исаии говорит нам о том, что самое большое желание сатаны и цель его жизни — занять место на Божьем престоле. Как упал ты с неба, денится сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Пророк Исаия, 14 глава, с 12 по 14 стихи. Я так благодарен за следующий текст в Библии, который открывает нам, какая участь ожидает дьявола. «Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Как вы думаете, может ли сатана действовать через Папу Римского, который заявляет о том, что имеет Божью власть на земле? Павел знал, что эта власть появится, и написал об этом в своем втором послании к Веселоникийцам. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, то есть второе пришествие Христа, доколе не придет прежде отступление, отступничество внутри Божьей Церкви. И не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните лишь, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? Если бы только люди изучали Библию таким образом, как она сама советует. «Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного». Пророк Исаия, 28 глава, 10 стих. Другими словами, сравнивая Писание с Писанием, они бы могли найти истину посредством руководства Святого Духа. На основании пророчества из книги Откровения, 13 глава и 3 стих, смертельный удар не приведет к смерти, но только ранит католическую церковь. И нужно признать, что эта смертельная рана затягивается. История повествует нам, что в 1801 году Наполеон подписал конкордат, или договор, между церковью и государством с новым Папой. С другой стороны, в 1870 году возрождающаяся Италия на какое-то время усугубила враждебный настрой римской церкви, забрав у нее папские земли, значительную часть итальянского полуострова, который на протяжении многих веков принадлежал церкви. Однако в 1929 году Муссолини подписал конкордат, представляющий папе полную власть над государством Ватикан, занимающим площадь в 108,7 акров в Риме, который включает собор Святого Петра. Ватикан поставил Муссолини у власти, и теперь Муссолини ответил ему взаимностью, сделав римско-католическую церковь монопольной религией всей Италии и даровав ей 750 миллионов лир наличными и 1 миллион в облигациях. Начиная с 1929 года, рана начала быстро исцеляться. Протестантская Америка, которая была построена на принципе разделения церкви и государства, и которая уже однажды громко выразила свой протест, слово протестант берет свое начало от протеста людей против католицизма, против установления папской власти в своей стране, теперь с открытыми объятиями приветствует ее. Времена определенно изменились, и даже Америка дивится, следя за зверем. В 1961 году президент Гарри Трумэн обратился к Сенату с просьбой одобрить его выдвижение кандидатуры посла в государство Ватикан, и Америка погрузилась в водоворот агонии и протеста. В конечном итоге Трумэн отозвал свою просьбу, после того, как протестантской церкви страны с трудом удавалось выразить свою оппозицию официально и без озлобления. Сравнительно недавно, в 1984 году, кандидатура, которую президент Рональд Рейган выдвинул на должность посла в государство Ватикан, получила незамедлительное одобрение Сената. В этот переломный момент только несколько голосов выразили свою тревогу о государстве и церкви. Но следующее событие стало невероятным благодаря той внезапности, с которой оно произошло, и лицам, вовлеченным в него. Этим событием стал распад коммунизма в Польше, произошедший посредством заговора президента Рональда Рейгана и папы Иоанна Павла II, как было изображено на обложке журнала «Тайм» от 24 февраля 1992 года. Друзья, разве это не исполнение пророчества о том, что блудница блудодействовала с царями земными? Смотрите книгу «Откровения», 17 глава, 1 и 2 стихи. Ватикан является религиозно-политической системой, нацеленной на приобретение контроля над всем миром. Затем на обложках специального двойного выпуска «Тайм» за 26 декабря 1994 года и 2 января 1995 года снова появилось изображение Иоанна Павла II, как «Человека года». Невероятно! Как бы я хотел увидеть реакцию мира, если бы новость номер один в еженедельных выпусках газет стало истинное имя Папы, которое дал ему апостол Павел во втором послании к фессалоникийцам «Человек греха». Читайте второе послание к фессалоникийцам, 2 глава и 3 стих. Этот выпуск «Тайм» вышел всего лишь через 2,5 месяца после выпуска другого журнала от 9 октября 1995 года, на обложке которого тоже был изображен Иоанн Павел II, а под его фотографией была надпись «Почитай отца твоего». Здесь мы видим, как главное периодическое издание Соединенных Штатов напечатало еще одно богохульное заявление. «Разве протестантская Америка забыла, что Библия ясно учит, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах». Евангелие Матвея, 23 глава, 9 стих. В католическом катехизисе написано «Папа является духовным отцом всех христиан, а Пресвятая Дева Мария является нашей матерью, потому что поскольку мы все братья Иисуса, значит мы дети Марии». Я нахожу интересным, что американское издание этой книги первоначально было опубликовано издательством Marian Publications. «Верные протестанты, где сегодня ваши реформаторы?» Создается впечатление, что протестантская реформация не только достояние прошлого, но что Церкви мира объединяются на основании единых пунктов своих вероучений, и Мария может стать той, которая будет «исцелять» старую рану. В конце концов, Папа Иоанн Павел II каждый день возносит молитвы Деве Марии, которой он обязан своей жизнью. Однажды, 13 мая 1981 года, во время аудиенции Папы Иоанна Павла II под открытым небом на площади Святого Петра, в присутствии 75 тысяч человек и перед глазами 11 миллионов телезрителей, Папа увидел маленькую девочку, несущую маленькое изображение матери Иисуса и нашей Фатимской Богородицы. Когда он, сидя в медленно движущемся папамобиле, спонтанно наклонился к ребенку, наемный убийца Мехмед Али Акджа выпустил две пули, целясь в то место, на котором должна была находиться его голова. Когда два паломника упали ранеными на землю, прозвучали еще несколько выстрелов, и на этот раз белая сутана Папы Иоанна Павла II обогрелась кровью. 13 мая 1992 года, а потом и в 1994 году, Иоанн Павел II поехал в город Фатиму, в котором он поблагодарил Фатимскую Богородицу за то, что она пощадила его жизнь в покушении, совершенном на него в 1982 году. 14. Нет человека более преданного Марии, чем он. Иоанн Павел II, который посвятил себя и свое пребывание у власти Папы Пресвятой Богородице, носит на своей гербовой накидке букву «М», с которой начинается имя Мария. 15. Его личный девиз, вышитый на внутренней стороне мантии на латинском языке, звучит как «Мария, я полностью принадлежу тебе». 15. Более того, Иоанн Павел твердо убежден, как и многие другие, что Мария положила конец коммунизму по всей Европе. 15. Его вера зиждется на известных пророчествах Марии, полученных в Фатиме в 1917 году. 15. По словам сестры Люсии, одной из детей, которые утверждали, что видели ее, Дева Мария предсказала подъем советского тоталитаризма до того, как это произошло. 15. В последующем видении она посоветовала Папе и его епископам посвятить Россию ее непорочному сердцу, для того, чтобы положить конец коммунизму. 15. По словам Люсии, попытки Папы выполнить это посвящение провалились в 1942, 1952 и 1982 годах. 15. Иоанн Павел в конечном итоге выполнил директиву Марии в 1984 году, а прямо на следующий год Михаил Горбачев встал у власти, ознаменовав тем самым развал Советского Союза. 15. Отец Роберт Фокс рассказывает о святыне Фатимской семьи в Александрии, Южной Дакоте. 16. В свое время мир признает, что разгром коммунизма произошел благодаря заступничеству Матери Иисуса. 16. В действительности, бывший лидер советского государства Михаил Горбачев назвал Папу Иоанна Павла II самой высокой властью на Земле. 16. Удивительные слова, исходящие от бывшего главы коммунистической России. 16. В настоящее время Иоанн Павел II руководит самым великим экуменическим движением в истории, направленным на объединение всех религий под руководством Рима. 27. Октября 1986 года Папа собрал в Ассизи, Италия, лидеров основных мировых религий, чтобы молиться о мире. 28. В эту группу входили поклоняющиеся змею, буддисты, мусульмане, индусы, спиритисты и североамериканские шаманы. 29. Папа сказал, что они все молятся одному Богу, и что их молитвы создают духовную энергию, которая творит новую атмосферу для мира. 30. Предсказанная в Библии мировая религия смотрите книгу Откровения, 13 глава, 3, 4 и 12 стихи, а также 17 глава с 12 по 14 стихи, формируется на наших глазах, а Ватикан является штаб-квартирой нового движения. 31. Разве это не духовный блуд? 32. Как было указано ранее, апостол Павел видел, что в церковь проникают заблуждения, которые готовят путь папству. 33. Тайна беззакония вначале скрытно, незаметно совершала свое обольщающее и богохульное действие, а затем постепенно, приобретая все большую силу, уже открыто завладела сознанием людей. 34. Языческие обычаи самым неприметным образом вошли в христианскую церковь. 35. Этот дух соглашательства и уступок некоторое время сдерживался жестокими гонениями. 36. Но когда гонения прекратились, и христианство вошло в царские дворы и палаты, тогда простоту и кротость Христа и его апостолов сменили величие и гордость языческих жрецов и правителей. 36. А божественные установления – человеческие измышления и предания. Формальное обращение императора Константина в начале IV столетия вызвало большое ликование среди христиан, и мирское влияние под видом праведности проникло в церковь. 37. Церковь стала быстро разлагаться. С виду побежденное язычество оказалось победителем, и его дух овладел церковью. 38. Языческие учения, обычаи и суеверия соединились с верой так называемых последователей Христа. 39. Это соглашение между язычеством и христианством привело к появлению человека греха, о котором пророчество говорило, что он превознесет себя выше Бога и поведет борьбу с Ним. 40. Эта исполинская система ложной религии является шедевром сатанинской власти, памятником его попыток воцариться на престоле и своевольно управлять землей. 41. Сатана прекрасно знал о том, что благодаря Священному Писанию люди сумеют распознать его заблуждения и смогут противостать его силе. 41. Спаситель мира также отражал его нападки при помощи слова. При каждом наступлении сатаны Христос выставлял щит в вечной истины, говоря «так написано». 42. На каждое наглое предложение врага он отвечал мудростью и силой слова. 43. И сатана понял, чтобы господствовать над людьми и учредить узурпаторскую власть Папы, он должен держать народ в неведении относительно учения Священного Писания. 44. Библия возвеличивает Бога и открывает истинное положение смертных людей. Поэтому сатана делает все возможное, чтобы ее святые истины остались скрытыми и подавленными. 44. Такая установка была взята на вооружение и римской церковью. На протяжении нескольких веков она препятствовала распространению Библии. 45. Народу было запрещено читать ее и даже иметь ее у себя в доме, в то время как безнравственные священники и прилаты, произвольным толкованием библейских истин, пытались доказать правомерность своих притязаний. 46. Таким образом, почти все признали Папу наместником Бога на земле, наделенным верховной властью как в церкви, так и в государстве. 47. Для того, чтобы облегчить в какой-то степени обращение язычников христианства и чем-то восполнить их прежний ритуал идолослужения, в христианское богослужение постепенно было введено поклонение иконам, статуе Деви Марии и святым мощам. 47. Читайте об этом в книге «Великая борьба», страница с 49 по 52. 48. 48. 25.